Давайте будем с вами знакомиться. Я Игорь Сюберцев, ведущий видеопортала трейдеров и трейд ТВ. Как вас зовут? Меня зовут Черников Дмитрий. Я трейдер. Ясно. Дмитрий, где живете? В Кемерово. Кемерово? О, тоже не ближний свет. Да. Как стали трейдером, Дмитрий? Ну, как, случайно, можно сказать. Ну, захотелось поработать на Форекс. Это было года два с лишним назад. Я открыл счет. Загнал туда тысяч десять, наверное. Руками, в общем-то, не торговал. Писал, сидел, роботом писал. Он у меня такой не очень был хороший. Просадки были большие, хвосты длинные и все такое. А потом познакомился с Дмитрием Бреликом. Он сказал, что, Дима, бросай Форекс, единофорс. Рассказал идею своего робота. Начали писать. Писали, писали. Робот просто получился замечательным. Но, опять же, с большой просадкой. Мы начали торговать. Он начал сливать. Мы его бросили. Потом еще написали одного робота на... Это было год назад. Нет, больше года. Сентябрь, октябрь, ноябрь вот так. Написали еще одного робота. Рубль-доллар торговал по среднескользящей. Ну, мы поторговали ноябрь. Он нам привез процентов двадцать. Наверное, депозит был небольшой. Ну, как бы... Ну, короче, получилось неплохо. Да. В декабре мы что-то побоялись, что там перед экспирацией что-то будет такое. И, короче, работы было другой много. Я бросил. Выключили. В январе что-то побоялись включить. Ну, и все это время, до июня месяца, я сидел, искал какие-то варианты написания робота с минимальной просадкой. Значит, руками начинаю торговать. Начинается вообще плохо все, и я, в общем-то, руками не торгую. Вот. Где-то в мае месяце вдруг случайно наткнулся на... Скажем, на систему высшему. Посмотрел на этот график, посмотрел на один-другой инструмент. Мне понравились входы. Я быстренько написал, быстренько так, прямо в ходу, написал входы-выходы, посмотрел, как хорошо входит-выходит. Была большая просадка. Я начал искать фильтры, чтобы заходить там, где он всегда заходил. Ну, несколько фильтров нашел, протестировал в 2012-2013 год, до 2014-го. Понял, что доходность очень хорошая, и неплохо было. Дальше, с 6 июня я и начал торговать. Да. Месяц он принес мне. Сейчас я открою и посмотрю, сколько он первый месяц мне принес. У меня там записочка-то есть. Первый месяц он мне принес 31%. Второй месяц июнь. За месяц. 31% не годовых. За месяц. Месяц. Месяц, да. Ну, сумма там была смешная, поэтому даже я не знаю, как сказать. Я пробовал, я искал, я экспериментировал. Сумма начальная в июне была 9 964 рубля. Это ни о чем вообще. Ну, в месяц осталось 13.027. Сняли плату за ТСЛАП 1100, и с вычетом всех расходных комиссий и вот комиссии за ТСЛАП 31%. Ну, сумма маленькая, поэтому... То есть, можно сказать, что 40%. Можно? Можно. Следующий июль у меня, вот с учетом таких же комиссий, этих суммы я не докладывал, просто смотрел и следил, что будет происходить. В июле у меня было 12%. В августе мы нашли систему, придумали систему по РТСу, я начал экспериментировать, и доэкспериментировался так, что у меня, скажем, август получился отрицательный. И еще в августе очень там здорово, мы стояли по баксу целую неделю, и меня там за эту неделю здорово разделило. То есть неделю... Я только в лонг зайду, все вниз, у меня лось. Только в шорт зайду, мы вверх. И потом я посмотрел на графика, какие-то длинные там были свечи, пять свечей было подряд одинаковых, одна черная, другая белая, одна черная, другая белая, и вот как бы это меня... И получился отрицательный доход. В сентябре было 30%, в октябре 11%. Там я сумму довнес немножко, десяточку еще положил, наступил в ноябре, комент, но и сентября, и получилось 369%. В декабре 278, в январе я там много денег вывел, и, в общем-то, если не считать последнего, в общем, лося получилось... Нет, считать, вернее, его получилось 7%. Как-то так. Реальными живыми деньгами. Да. Понятно. Ну и потом вы решили принять участие в конкурсе, правильно? Нет. Принять участие в конкурсе я решил в конце сентября, а именно, в 20-х. 22 сентября я торговал. Да, я понял. Принял участие в учении. Да. Забудьте конкурсу, я покажу вашим декабрями. У нас высокие технологии, у нас все... Я запрещу英語. Ясо. Так. Ясо, 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 ясо. Ясо, ясо, ясо. Ясо, ясо. Так, ясо. Сейчас появится в экране ваша статистика, вы узнаете? Я уже переспрашиваю, чтобы не было самими в Кермико, в Брейте. Вы, правильно? Да, это я. Вот смотрим, 22 сентября вы начали 58 тысяч. Положили? Нет. Ну, нет, нет. Не 58. У меня было 19 тысяч 900, сейчас скажу точно. Ну, а потом, видимо, докладывали, да? Нет, я докладывал всего 10 тысяч. Почему такая ситуация получилась, я не понял. В принципе, у меня очень долгое время было 50 тысяч. Одну секундочку. Кто? Дмитрий, кто у нас на заднем плане выступает? Как зовут человека? А у меня тут ребенок. Как зовут? Семен. Привет из Москвы. Семен, привет из Москвы. Семен, дядя говорю. Конечно, дядя говорю. И потом... Да, пусть придет. Нет, Дмитрий, Дмитрий. Пусть Семен зайдет за Киров. Не, не надо. Не надо. Тут неудобно. Не, тут неудобно. Я когда вас остановил, я располил, ну, как бы, по статистике вы там с биржи уточните, но я вижу, что в итоге стало 441 тысяча, то есть 757 процентов доход. Это реальная цифра, по вашей бухгалтерии? 870, сколько-то там процентов доход, это нет, нереальная цифра, потому что если посмотреть, если видеть статистику, то, что я начал практически с 20 тысяч, это 2 тысячи с лишним процентов, получается, доход. Ага, то есть, получается, еще и занижили, получилось еще и занижили? Да. Я понял. Ну, это разбился, разберите, потому что, ну, как бы, конечно, обидно. Видите, почему-то стоит стартовая цифра. Не хочу показать ваш график еще, график вашей доходности. Ну, что, шикарный график. Я вот смотрю, вот, в Мистратофу, вот там, Дридо, и другие коллеги. Но, вот, тиняя линия, смотрите, у вас, получается, ноябрь будет достаточно трудным, да? И только декабрь вам принес прямо такие супер. Ноябрь. Ноябрь, декабрь, да. А там? Да. А там? Да. Почему в декабре такая вертикальная экость? Потому что я там уже, ну, в общем, реинвестировал все, и так как все росло постоянно, я очень сильно рисковал, заходил 90-95%, 90-95% от депозита, и как-то не боялся. А до этого я с меньшим процентом заходил. Понятно. Ну, вот посмотрите, коллеги, вот, синяя линия, это вот показатели Дмитрия за период конкурса. Вот. Дмитрий, я хочу вас спросить о вашем конкурсе. Я вижу, это финал. Как вам финал как просто? У меня, как бы, нет никаких отрицательных моментов по этому поводу. В принципе, все, что, те вопросы, которые я задавал, они мне отвечали. И были глюки, там некоторые с подключением МТС Лаба, как-то я тоже вроде вопросы решал. То есть, ну, слава Богу, пока нормально. Понятно. Понятно. Хорошо. А чем вы в основном торгуете сейчас в моменте? Что вы любите финансы? Ючерс рубль-доллар. Если же... Ючерс рубль-доллар. Да. Ничего другого не признаете или все-таки другое попадается? Нет. Дело в том, что этот мой робот работает только на нем. Я думаю, что на евро-рубль тоже он может работать, но я не пробовал. То есть, я не допускал его. Я так смотрел тесты, но... Я понял. Работает только здесь. А добра добра не ищет, да? Да, да. Лучше враг хорошего. Но сидим, работаем над разработкой другого работы на фьючерс, на индекс РТС. Ну, понятно. Да, ясненько. Скажите, у вас есть какие-то, которые вы общаетесь, выступаете, семинары какие-то проводите? Если кто-то закончится... Нет, не провожу. Нет, не провожу. Ясненько. Ну, продаем робота вот этого... Вернее, отдаем робота в аренду этого, который, в общем-то, неплохо показал себя наилчей. Две с лишним тысячи процентов, все-таки, я считаю, что это хороший результат. Ну, его сдаем в аренду. Ясненько. Можете вот только внизу есть чат у нас, и можете открыть ссылочку по вашей, так сказать, если есть ссылочка по этому роботу. Народу может интересно почитать будет, я считаю. Да, сейчас я сдам ссылочку. Отлично, это коллеги. Это бесплатная реклама. Ну, на это время. Дмитрий, какие уровни российского робота и жилых украста есть в этом уровне? Я на вас взгляд был большой. Сейчас, секундочку, я найду, где мы тут были подключены. Ага, вот она. Так. Вот это ссылочка на смарт-лабе. Ага. Так, еще разочек вопрос. Вопрос такой. Да, вопрос такой. Какие уровни вы выбрали по российскому роботу, по УДС, по СИИ, по РФС, по СИИ, по РФС? В общем-то даже не могу точно сказать, но вариантов два. Либо вверх, либо вниз. Ну, хоть туда, хоть обратно, и мы все равно зарабатываем. Лишь бы не было пилы. Я понял. Ну, то есть, так, тренд вы особо и не задумываетесь, да? Да. То есть, тренд он собирает достаточно неплохо. В общем-то, даже отлично. Ясно. И турецких движений мой робот, конечно, не любит. Если движение пошло-пошло-пошло, там все хорошо. Ясно. Ясненько. Дмитрий, подходите к камеру. Станьте, позадите нам вам. И до конца. Ну, вот как мы... Нет, убежал, убежал сразу. А-а-а. Застеснялся. Ясненько. Дмитрий, в любых случаях, хочу вас пригласить к нам за спирой. Сейчас дня откуждаем с тебя. Рынок, середина дня. Ну, с утра в 2.30 обсуждаем. Торговый план, как вы сказываете, какие мысли. Приглашаю вас, так сказать, участвовать, оказываться, показывать торговые графики, торговые экраны свои. Всем интересно. Думаю, что и вам будет интересно пообщаться. Кстати, ребят, предлагаю. Делать, может быть, трех лет по нашему великому. Если не есть, что рассказать, показать, давайте сделаем. Очень интересно. Меня заинтересовало. И открыли бы всякие новые интересные торговые системы. Поэтому, давайте сделаем так. Если вы мне свой имейл здесь внизу оставите в чате, я вам пришлю письмо о том, что можно сделать. А вы посмотрите, что будет интересно. Продолжим, так сказать, письмо. Продолжим тему. Приглашаем. Ага. Вот, вот так вот. Ага, хорошо, спасибо. Ну что, коллеги, тогда. Спасибо большое Дмитрию. Надеюсь, что вас спасли. У нас долго вас порадовало. Надеюсь, будет радовать вас удаче. Жмем вас в Дейфмитерах. И желаем удачи. Всем профита. Спасибо. Всего тренда. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok